Часто на моих роликах присутствует один нехороший элемент, которого зовут ветер. А Николаев такой регион, что тут ветер постоянно. Если еще выбираться на открытой площадке, то задувает всегда и везде, и в любую погоду. Вот сейчас я иду, и ветер дует тоже. Вот, поэтому я сейчас стал конкретно задумываться о том, как же с этой проблемой... Как эту проблему мне решить. Вот, посмотрел несколько видеообзоров. Существует акустический фильтр для GoPro-шки. Вот, это просто такой поролоновый чехол, который почему-то стоит порядка, там, 20 с чем-то долларов. Непонятно как-то за что. Вот, но если я не исправляю эту ситуацию несколько облегченными вариантами, такими хендмейдовыми, то придется покупать этот акустический бокс. А сейчас же я просто взял кусочек поролона, повесил сверху его на микрофон на камере. Вот, и пробую, вот иду, и тестирую, пробую записать звук. Ветер дует, сейчас доберусь до офиса и послушаю все это дело. Вот сейчас дует очень сильно. Ну, как сильно, среднее. Но так дует, что уже не очень хорошо слышно голос. Вот еще шумит вся вот эта вот дорога. Но это наоборот хорошо, мы послушаем как раз, как микрофон берет. Сделал бакет, только сушу. О, ломается. Всем здрасте. Привет. Привет, салют. Привет. Очень знакомое Лисова. А, я понял, то есть у вас вообще именно свет для своих отлично. У каждого должна быть такая футболка, ребята, поэтому будете мимо проходить. Даже если вы там стричься, вам нечего стричь, все равно надо зайти и футболочку себе одну приобрести. Уважить любого мира и стать частью клана, банды черных бородочей. Николаевский. Вконтакте, вконтакте. Вконтакте, практично, в реальной сфере. в Николаевском, дай бог хотите ивентам всем вам, потому что здесь есть все, тепло, доброта, ласка, забота, любовь, внешность, страсть, и самое главное, когда ты сидишь просто, делаешь что-то в туалете, никто не знает, что делать в туалете, просто гадают на картах, ты в этот момент можешь надереть твои ботиночки, это так классно, а еще здесь есть бармен, который делает 16 часов уже как и у него самые ласковые лусты в черное море, не в черное море, в этот вечер, а в черное, в коричневое, в коричневое океано ты обратил ключевое слово было для тебя гадать? я просто инстюним спор что это? о, но она прикольная аааа Вкус офигенный, вот тут именно нет вот этой вот горчинки, бывает пиво, оно именно вот так подло горчинки, а тут именно мягко все, все как надо. Вкусно, вкусно. А еще, ну, здесь, я думаю, специфика, во-первых, самого зала специфика, он круглый. Тогда это прикольно. Да, это не фига себе, ты сидишь как круглый. Это как эти, знаешь, купольные дома, если такая тема. Жене сделать выходной и оттопырить подъездок, да? Да. Вот, сейчас, мы не знаем, куда мы поедем, но поедем куда-нибудь в центр, что-нибудь купим, что-нибудь съедим, вот, и порадуемся. Самое главное хорошее настроение сегодня. Да, настроение отличное. На улице солнце, хорошее настроение. Погодка располагает, и вообще, погодка уже такая, что уже не хочется ходить в офис, а хочется ходить куда-нибудь за па-а-а. И кадры интересно пропадали, поэтому я все свои, эти вот туториалы, инструкции включили, снимал на телефон и старался сделать до пяти минут. Очень быстро все говорил. Да и ничего не обрабатывал, не монтировал, прям с телефона запиливал на канал. А потом у меня была камера CJ4000, это китайская, плюс это был фейк на, короче, китайская поделка на Китай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот у нас девочка есть. Приплыла к нам из-за морей и океанов. Из Америки, да, приехала? Нет, я из варенья приплыла. Из Америки приехала. Из варенья. Да, из варенья. Ребята, я тут вспомнил такую штуку, что у меня есть несколько джигов для того, чтобы плести из паракорда. Меня иногда спрашивают, типа, как купить, там, то, сё. Вот, но у меня не так много времени, чтобы все их доводить до ума, но у меня есть несколько заготовочек, которые я запросто могу вам продать, там, за минимальный прайс. Вот, а вы уже их доделаете. Сейчас я вам их покажу. В общем, вот так они выглядят. Это джиги для плетения. Две крутящихся головы у них здесь. Собственно, вы понимаете, да, что такое крутящаяся голова? Это когда вы вот такие вот различные крепления можете ставить с каждой стороны. То есть, вот такого плана обычно делается с маленькими фастексами, с большими. Можете сразу прикручивать, например, один сюда и сюда, потом поворачивать, прикручивать какой-то другой крючок, крепеж. Здесь третий и четвертый. И, соответственно, они двигаются с двух сторон. Здесь вы можете сделать себе разметку. Не всегда разметка, ну, совпадает, например, прям с линейкой. То есть, вам всегда надо сплести какой-то браслет, померить его по своей руке, натянуть его между двумя башнями и уже потом прикинуть по линейке. Потому что, ну, везде есть какой-то запас. В зависимости от того, где вы поставите фастекс, как вы его поставите ближе, дальше. Вот. И от браслета по своему запястью вы уже можете плясать размерный ряд и делать себе именно здесь ту разметку, которая вам нужна. Вот. К чему я все это? Их у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так что, кому интересно, дорабатывать я их не буду. Вот в таком состоянии, запросто. Кому надо, пишите в комментарии, связывайтесь со мной и я вам все устрою. Такой вот небольшой получился вложек. Надеюсь, вам было приятно его посмотреть. А мы завтра поедем в город Черноморск, а послезавтра в Белгород-Днестровский. И я постараюсь отснять там как можно большее количество интересного материала и сделать следующий влог насыщенным, крутым и прикольным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Меня это сильно мотивирует. Вы сами все знаете. Спасибо большое за просмотр. Раз, раз, раз. Дует очень хорошо. И мы сейчас как раз это все дело записываем. И посмотреть, насколько сильно задувает ветер. Насколько сильно задувает ветер, мы как раз хотим посмотреть. Вот сейчас очень сильно дует. Очень сильно дует. Очень сильно дует. Очень сильно дует. Субтитры подогнал «Симон»